так друзья мы продолжаем наши прогулочки по городу рига сейчас на данный момент находимся в центре центральный вокзал центральный вокзал изменился до его осталось только это и вот это все построено заново то есть вот это все здание полностью все новое стекла этих не было было само здание но нам было проще гораздо совсем другим его реставрировали внутри и снаружи вот эта пристройка все новое и справа там крыльки тоже все новое а стокман это тоже новое здание или раньше было новое все но вот эта рига получается башня стояла да она стояла так нам не туда было место встреч как бы на вокзале встречался ну и сейчас мне кажется также до осталось раньше стояли снаружи она сейчас лишь встроенный уже в создании вокзала то есть уже можно внутри ждать а раньше отдельно настояла отдельно просто отдельная башня была она ты смотри и люди вот под снегом под дождем там навесов не было зонтиками стояли ждали встречи с там даже смотрю на башню уже есть там помещения там ресторан там очень красивый кстати ресторан бар такой больше это просто чисто башня была с часами все сейчас они конечно совершенно он там три этажа видишь верхние вот на этих трех этажах кафешка очень красиво я тоже снимал показывал но там нормальная такая кафешка притом кормят тоже вкусно то есть не просто чай кофе попить там кстати очень хорошо чай кофе пить тоже пирожные впечатление питание питание здесь супер вот это вот время когда ездил я сам этого не заметил когда ты ездишь выезжаешь из россии ездишь ездишь по европе как-то это само собой то есть я никогда не запаривался начнет еды что поем что и поем а когда попал в ригу я только здесь уже понял что оказывается я давно не ел то есть какой-то вот такой вот еды и когда в риге было вот прошлый раз там постоянно этот ледо я за эту ледо не выходила вообще из-за его ледо не выходил и не выходил в центре есть магазин где книги продаются там книжный магазин там можно заходить не можно не покупать книгу потому что все же книги не купишь с собой таскать можно сидеть и читать то есть читай как библиотека не вот так вот сидел по два часа по три часа сидишь книги читаешь то есть русские книги потому что их же нету нигде на русском языке да вот то есть есть своя своеобразно и вот еда также как ни крути вот в той же швеции все равно же нету этого да много разнообразия разнообразие другое то есть если сравнивать с шведскими сценами алкоголь намного дешевле и выбор гораздо больше и выбор больше того что все что есть в россии вот коньяк рара так и швец его не купишь нигде пожалуйста он здесь есть и стоит смотри 27 он 12 евро кажется а нет это что-то а вот 10 евро 10 евро это за литр почти 11 евро да то есть бутылка в этом стоит 0 5 да 8 8 евро или 8 лад 8 лад да 10 евро стоит вот написано сверху 10 евро да вот здесь половина идет короче дешевле просто дело в том что еще нельзя забывать такую вещь что опять-таки это возможно швеция алкоголь отбирается по другим категориям я не думаю что вот этот арарат или еще какой-то вообще может там проникнуть он не проникает не проникает говорил да ага говорили что здесь вот мы уже видите грузинские вина хорошие видели такие которые ценятся как бы да а в швеции их нет потому что видимо не проходит отбор этот не проходит да 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 но швеции же есть наверное какие-то коньяки в любом случае там французские или нет есть есть да то есть хорошие коньяки есть так друзья продолжаем наши прогулочки фариге нам вниз наверно сейчас так вот такой вот рыжийский переход в центре города но переходы как в россии как в москве мне напоминает такие вот не напоминает вам москву павелецкий вокзал да вот мне тоже напоминает вот сигареты тоже продаются европе же нет вот таких вот переходов сигаретами с алкоголем здесь как в россии вот это больше похоже эстетия сезон я даже вот смотрите даже по-другому подойди к этому вопросу посмотри вот насколько все таки как не крути не красиво что ли салестра алкоголь да правильно вот эти вот все как-то не то да 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 нету вот этого класса нет в европе это есть как не крути то есть некрасиво чтобы алкоголь стоял там сигареты стояли любой подошел и взял тот же ребенок может взять еще кто-то может взять так мы сейчас идем в сторону рынка я так понимаю а здесь раньше что было вообще здесь внизу кстати лодка проезжает под этим стоп маном вот это вот канал он идет прямо под ним прямо под ним вот вот это было но его тоже немножко как бы реконструировали здесь практически вот после моста в ту сторону везде под землей большие склады это крыса бегали это к рынку как бы отношение имели они там есть отдельные под каждым павильон там в отдельный местной павильон допустим павильон овощей там рыбы под каждым павильоном большие помещения под землой и соответственно все это хранится машины заезжают снизу я думаю так все осталось в принципе мы сегодня прошли расположение товара на рынке осталось тем же самым где там цветы продавали ага а то есть все так же все так же ассортимент товаров ассортимент тоже ну вот смотри разве красивые вообще кому-то в 90-е годах вот какое-то да ощущение попадаешь как в подмосковье какое-то 90-е москва там что-то такое вот смотри что здесь вот здесь как бы вот такая атмосфера а вечером здесь какие лица за тот же он если ты видел ты видел здесь лица вечера вот они такие же я так думаю они очень интересные они очень интересные здесь вечером когда люди расходятся но разряжаются остаются вот эти бродяги такие знаешь и ты на них смотришь вот реально ты как будто покунаешься вот в россию 90-х годов такие там какие-то жулики там полу жулики полу бандиты и наркоманы вот такой вот я здесь вот сколько в ту сторону ага а вот этот желтый дом где написано рута а вот там два маленьких окошка это самый верхний этот мансардный этаж про который говорил а где я работал а вот там ты сидел работа там был наше управление то есть вы заведовали овощами получается фруктами овощами полу это был мозг все овощной торговли риде 91 магазин как бы ага имели щупальцы вот из этого места с этого да спрут спрут овощной спрут такой был а эту высотку в каком году ее построили это сталинская же высотка она старая старая да ну это был советские времена конечно надо 20 30 наверно скорее всего 20 30 30 при сталине да такая же есть же еще в этом варшаве варшаве есть польше тоже они же в раз да они же в разных их странах ну кроме москвы естественно они еще в разных странах их как бы устроили потом я сейчас не могу вспомнить еще в какой-то стране мне кажется было вот это вот железнодорожное министерство смотри так оно осталось вот это это да я сюда часто ходил по работе когда у нас большие поставки с южных республик были овощи и фрукты мы тут разбирались часто по этой поставке по недоразумениям по вагонам там где-то задержки вот я частенько ходил в министерстве решал всякие вопросы когда же придут фрукты узнавал потому что задержка на неделю было чревато гниение забастовками ну да во первых народ начинал возмущаться так рынок уже как бы все я так смотрю потихоньку разошелся но рынок был как есть да вот ряды и так же все было просто понятно что новые были единственное что вот этот дивный переход и вот эти лотки здесь все были построены уже после того когда я отсюда то есть получается перехода даже не было это это было чуть-чуть попозже подстроено когда пошла эта рыночная торговля нужно было увеличить количество мест когда они убрали столяки и вот это все открыли вот самое ностальгическое здание для меня ну да твое рабочее место может пойдем заглянем на твой в твой рабочий кабинет я сейчас думаю там норм магазины открыты должны быть открыты сейчас друзья попробуем проникнуть в прошлое проникнем в прошлое на сколько лет назад окунемся сейчас 15 12 20 20 лет назад вот сейчас написано что тут есть в данный момент лишь нас так 3 а здесь у нас 4 она вот тут стояла фотографировала последний раз может она прямо пошла мне кажется стоит мы хотим окунуться на 20 лет назад в прошлое назад назад будущее так пойдем наверх лифта здесь не было но я думаю что он и не появился те же до ступеньки те же но смотрите то есть 20 лет дают то себе знать покрашивать хорошо вот на этом тоже идет директор здесь наверно курил нет ни раз а а причем стены остались такими же как и были а а а а а и и а в а а и а а а а Ничего себе, мы как-то нету, остались те же, обивка осталась та же, все так же Алдеть! Давайте вам сейчас корону Вот эту удочку специального пристроечного моря Тут сидел у него инженер по транспорту, который курировал конкретно машины по разводке Мы ему давали задание, и он просто контролировал Вот тут была дверь, вот тут была дверь Он стал тым коромыслом, тут вентиляция, не какое-то глухое помещение Он курил и переставая Когда открывал дверь, тут люди его выходили, а я курил Ага Вот здесь Это была курилка этого этажа Ага, да-да-да Лестница, да-да-да А вот это мой кабинет здесь вот Так Сейчас останутся Вот тут мы в Польше плодорочные ящики похожи, да? Тут кабинет твой был, а? Вот это мой кабинет Ага Кабинет начальника диспетчерства отдела Вот это был кабинет отдела заготовок Томаты Тут еще Томаты, ага Слушай, а может тут еще работают люди? Я думаю здесь все так же Это какой-то плодовочной клуб энтузиастов Называется томатс Энтузиастов, да? Энтузиастов по удачной торговле, наверное Обалдеть Ну да, томатс, томаты и помидоры Да-да-да Клуб помидорных энтузиастов И вот уже не кратили ни разу Табличка осталась Все так же Все так же Твоего имени не было здесь же? Нет Имени написали Ага Просто написано Вот тут была какая-то табличка, что-то висела Таблички вот здесь не было Что кабинет такого-то отдела Без стука не входить И она все была открыта Угу Дверь открывается Ничего Да Джон, я вижу ты помолодел Вот я сейчас смотрю Нина, посмотрите Посмотрите На 20 лет помолодел Вот смотрите Только что Да Ух ты как здорово Здесь еще и Все глухно и конечно здорово Вот, а я просто говорил Тут все еще так же И вот у меня в моем кабинете Вот такая бью Ага Когда заходишь И там такое помещение с подскошной Диванчик Крестницы стояли Пчела Вот такой Бутылочка Ага Да Друзья Вот такая вот у нас сегодня Экскурсия По местам Боевой славы Джона Крадофогена Здесь его Канал называется На ютубе Чтоб вы знали Город Рига Тут у нас Сусанна какая-то работает Шушанна Дорбника Шушанна Дорбника Здравствуйте 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 Вы туристы в принципе, да? Где? Не туристы Вы когда-то здесь работали Вы на овощах Что то сейчас связаны? Нет В это здание ничего Ну что я смотрю Ну что я смотрю Здесь цветы По-другому было Оглазки Да Друзья Такая уже духа Ну что ж, пока выключаемся Джон, как тебе вообще Окунуться в пашу? Я вообще не ожидал, что сохранится мой этаж Тем более он будет открыт сегодня Но, видимо, так не хотелось Это дело увидеть, что Вот оно повезло Опять окунуться в двадцатилетнюю историю Да Ну, конечно Немножко как-то Смотреть на эти обшарпанные стены Немножко грустновато Грустновато, да? Симпатичнее Все это блестело Штукатурено Не было этих дурацких разных туристов Антураж не тот уже Даже, я бы сказал, в то время Было более по-западному, чем вот сейчас Сейчас я на Советский Союз Такое ощущение, что Ну, такое Советский Союз Такое Низкого пошива Наверно так Ну, ладно Что делать? Посмотрим Часто будет через двадцать лет Да, да, да Сейчас, секунду Друзья, пока все Смотрите Анзор ТВ Двигаемся в Голливуд Солнечную Калифорнию Похоже на связь Подписывайтесь на наш канал